Сегодня празднует наша Святая Церковь святителей Александра Иоанна Павла, патриархов Константинопольских и благоверного княза Александра Невского и тоже преподобного Христофора Ремнянина. И я принял при постриге это святое имя, именно Христофор, преподобный Христофор Ремнянин, он мой покровитель небесный. Мне было сказано, когда мне благословили это имя, это было в Тойче-Сергиевской лавре, я был спострижником Тойче-Сергиевской лавре. Мне там было сказано, вот, дорогой отче, давайте идите в Чехию, вы чех. Идите в Чехию, там, как мы знаем, много атеизма, много ярославных, вам задача там нести Христа. Как это делал и Христофор, мученик, как это делал и преподобный Христофор Ремнянина. Мы знаем, что благоверный князь Александр был человеком веры. Он не принял намерение своих врагов, как-то вот, как-то они хотели в орде убивать, принять их веру. Он сказал, сказал, я человек Христа Спасителя, ему только слава, никому другому. И Христофор Ремнянин тоже был человеком молитвы, и он тоже, как бы, имел возможность показать, каким путем мы должны идти в своей вере. И он был сказан, Христофор, у тебя лампада не горит, ты должен еще больше молиться. И он 50 лет прожил в пещере на святой горе Синаи, и после этого ему ангел сказал, да, теперь ты молился, и ты уже человек, у которого есть лампада, которая горит. И нам это, конечно, всегда пример, и будет это пример всегда, не оставать, не просто забывать о молитве, не думать, что мы уже все, мы уже достаточно молились утром и вечером, ходили в храм. Никогда нам это, как бы, не будет достаточно, всегда что-то еще остается делать. Преподобно Христово было это сказано. Его путь был путь молитвы, и наш путь жизненный, наш путь жизненный тоже есть путь молитвы. И это надо не забывать. А в молитве не только хотеть что-то приобрести, а в молитве, прежде всего, надо благодарить за все, что нам Господь Бог дает. И когда что-то мы хотим, и нам эту Господь Бог не дает, нам надо подождать и не возвращаться спиной к Нему, потому что Он нас любит больше, чем мы можем знать. Он наш Небесный Отец, и знать, что нам нужно. И очень часто мы молимся за то, что нам не нужно. И наоборот, может быть и вредно. Поэтому всегда надо продолжать молитву, как продолжал до конца преподобный Христофор, который потом увидел свою лампаду, как она горит. И когда мы тоже пойдем тем же самым путем, путем молитвы и любви к Богу, мы тоже увидим нашу лампаду, которая горит, и которая нас ведет в Царство Небесное.